Тема сегодняшней встречи – системный анализ и проектирование урока или занятия в соответствии с требованиями от гос. общего образования. Причем вот урок как форма организации обучения очень распространен. Причем распространен он не только в школе, не только в общем среднем образовании, но и в среднем профессиональном образовании, потому что очень часто занятия проводятся именно в форме урока. Более того, во многих случаях дополнительного образования, например, в школе искусств, музыкальной школе, художественной школе и так далее, это тоже является основная форма организации учебного занятия. Я вам скажу больше, в высшем образовании тоже эта форма достаточно распространена, поскольку сейчас наполняемость групп невелика и очень часто преподаватели прибегают именно к этой форме организации обучения. Но все-таки традиционно она относится к школе, к общему среднему образованию, поэтому мы, соответственно, говорим здесь, ссылаясь на эту специфику, потому что здесь наиболее полно раскрываются свойства урока и, соответственно, перспективы его применения. Я уже проводил, по крайней мере, три вебинара на площадке Академии Профобор, Международной Академии повышения квалификации профессиональной переподготовки. Вот они сейчас перед вами, вы можете их найти. Это анализ проектирования урока с позиции системы деятельностного подхода, подготовка к проведению анализа открытого урока или занятия, урок в человеческом измерении, как сделать ученика сотворцом урока. На сайте Академии во вкладке вебинара еще очень много вебинаров по уроку, и это совершенно неудивительно. Почему? Потому что урок, поскольку он является именно такой универсальной формой организации обучения, то, естественно, и многогранный. Поэтому разные аспекты этого очень интересного явления, когда-то открытого Яна Мамосом Каменским и разработанного его последователями, можно рассматривать, наверное, до бесконечности. Поэтому, пожалуйста, обращаю ваше внимание на сайт Академии. Выбирайте те аспекты, которые вам наиболее интересны. Ну, а мы сегодня скорее продолжим, и постараюсь по возможности более глубоко показать, более конкретно, вот тот вебинар, который еще в сентябре я проводил про системный анализ. И первое, все-таки надо определиться, о чем идет речь, да? Вот, что же такое урок, о котором мы говорим? Вот, я нашел на сайте дидактика средней школы, обратите внимание, здесь есть ссылочка на него, можете перейти. Искренне рекомендую вам этот ресурс, очень интересные материалы, очень дельные, на мой взгляд, полезные. Вот такое определение. Урок – это организационная форма, при которой учитель в течение точно установленного времени руководит в специально отведенном месте коллективной познавательной деятельностью постоянной группы учащихся или класса. С учетом особенностей каждого из них, используя виды, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики овладевали основами изучаемого непосредственно в процессе обучения, а также для воспитания и развития познавательных способностей школьников. Длинное определение, но мне оно понравилось, очень дельное, на мой взгляд. Его можно разбить на части, ну, как минимум на три части. Вот первое – это то, что урок является организационной формой, то есть это форма организации обучения. Дальше, соответственно, чем отличается эта форма организации обучения от других? Это то, что учитель в течение точно установленного времени руководит в специально отведенном месте коллективной деятельностью постоянной группы учащихся или класса. И дальше, соответственно, уже способы оптимизации урока – это учет особенностей каждого из них, используя виды, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики обладевали основами изучаемого непосредственно в процессе обучения, а также для воспитания и развития познавательных способностей учащихся. Вот такое длинное трехчастное, на мой взгляд, определение и, на мой взгляд, самое серьезное в этом определении и вызывающее наибольшие споры, наибольшие трудности – это вот третья часть. Каким же образом все вот это реализовать? И вот для этого как раз и нужен системный подход в федеральном государственном образовательном стандарте основного, в данном случае, общего образования, но, в принципе, в остальных тоже написано, что в основе стандарта лежит системный деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию непрерывному образованию, проектированию и конструированию социальной среды развития обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. Вот все это как раз призван реализовать именно урок как основная форма обучения. Хотя вы, если внимательно почитаете ГОС, то будете чрезвычайно удивлены, в общем-то, про урок там практически ничего такого и не говорится. То есть урок по факту является основной ведущей формой организации обучения, но, собственно говоря, стандарт не обязывает именно придерживаться именно этой формы обучения. Однако же, если мы посмотрим в организационном разделе основной образовательной программы, стандарт требует, чтобы учебный план обеспечивал введение в действие реализации требований стандарта, определял общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки. И далее говорится, что основная образовательная программа основного общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов. И вот это вот все как раз и реализуется в такой форме обучения как урок. Так вот, что же дает системный подход к уроку? Если мы откроем словарь, то обнаружим, что система это слово греческого происхождения в переводе на русский язык означает составленные из частей соединенные. Вот, коллеги, у меня к вам просьба, пожалуйста, посмотрите, а что, собственно говоря, вы уже увидели, когда мы говорим о системе, вот о чем-то, как о системе. Вот что мы здесь уже увидели, какие признаки системы, какие характеристики системы. Смелее. Что здесь? Потому что у нас сплошь и рядом говорят о системном подходе, о системной деятельности, но мы сегодня будем говорить о первой части, о системном подходе. Так вот, что тогда, если уже мы что-то называем системой, что мы должны здесь увидеть? Скромничая, да? Ну, тогда я обращу ваше внимание. Первое, что это не монолит, не что-то такое вот однородное, а именно обязательно составленные из частей. И вторая характеристика, что эти части в обязательном порядке каким-то образом соединены. Итак, как только мы что-то называем системой, значит, мы должны сразу увидеть, из каких же частей она состоит и каким образом они взаимосвязаны. Да? Согласны? Давайте посмотрим полное определение в словаре. Что же такое система? Это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих целостность и единство. Ну, в общем-то, не очень удобно запоминать длинное определение, а нам они нужны не для экзамена, а для работы. Поэтому воспользуемся, как это часто бывает, просто выделением ключевых слов. Итак, вот они, элементы связи, о которых я только что перед этим говорил. Ну, и в полном определении еще добавляется одна характеристика, это целостность. Элементы связи целостность. Вот три характеристики, необходимые и достаточные для того, чтобы нечто обнаружить как систему. Что это означает? Первое, когда мы говорим про элементы, это означает, что она имеет сложный состав, то есть состоит из элементов, может быть, их называют компоненты, составляющие и так далее. Второе, когда мы говорим о связях, что эти элементы находятся, я обращаю ваше внимание не просто в связи, а в закономерных, структурных, то есть устойчивых связях и даже взаимозависимости друг с другом. Вот это очень важный момент. То есть, как только что-то соединено в систему, во-первых, оно не случайным образом соединено, а в соответствии с какими-то закономерностями, дальше это структурные связи, то есть иерархически что-то более определяющим является что-то вспомогательным. Ну и, кроме того, они взаимозависимы, то есть зависят друг от друга, взаимопусловлены. Ну и, наконец, целое. Это означает, что системе присуща определенная целостность и единство как относительная автономность, выделенность, независимость от окружающей среды. То есть, вот, когда говорят, что, допустим, там, логическая цепочка уроков, так вот, каждый урок – это как звено в этой цепи, то есть оно должно быть автономно, выделено, независимо от окружающей среды, то есть неаморфно. И вот это больше всего, может быть, даже не всегда понимают, но чувствуют в педагоге дополнительное образование детей, потому что для них сущность необходима, жизненно необходима, я даже сказал, чтобы каждое их занятие было самооценным, автономным, выделенным. Потому что придет ребенок домой, ему опять будут эти самые упреки от родителей. Вот, шляешься по кружкам, по секциям, вместо того, чтобы уроками заниматься. И он же это должен сразу же объяснить, отреагировать, что как это, я вот что узнал, я вот чему научился, я вот что понял. Вот это вот и есть автономность, выделенность, независимость от окружающей среды. К сожалению, вот именно к сожалению, и от этого школьное образование очень много теряет. Учителя школьные не озабочены этим, как правило, ну, потому что им все равно приведут, может быть, даже пригонят детей по звонку на урок. И получается, когда после уроков приходит ребенок, и ему задают вопрос, что там было, ну, что было, ну, математика была, ну, хорошо, ну, чему вы научились, ну, что научились, ну, задачи решают. Ну, то есть, вот это вот именно аморфность, расплывчатость, отсутствие целостности, это как раз отсутствие такого, вот одного из трех ведущих признаков системы. И как к этому стремиться, мы сейчас будем как раз с этим разбираться. Так вот, значит, первое, первое, что мы делаем, должны уметь сделать, это описать нечто как систему. Что это означает, описать нечто как систему. А вот эти три признака найти, то есть выделить входящие в систему элементы, составляющие или компоненты, которые, кстати, в свою очередь тоже могут быть системными объектами. Определить структуру и взаимосвязи, и взаимозависимости, вот именно такие структурные связи. И, наконец, выделить системообразующий элемент, то есть что же, собственно говоря, вот организует эту систему в целое. Так вот, что это может быть, какие элементы могут быть при анализе урока. Точнее, даже при описании, при представлении урока, из чего он может складываться. Я напоминаю, наверняка это не будет для вас открытием. Во-первых, это может быть, и чаще всего, кстати говоря, педагоги обращаются к содержанию учебного материала. Что тогда, как только мы начинаем выделять эти элементы содержания учебного материала, сразу возникает проблема структурирования этого материала. Каким образом оно структурируется? Например, вот это факт, то есть это неоспоримо, это то, что подтверждено практика, оно есть, и мы на этом можем основывать свои предположения. А предположение – это гипотеза, то есть вот из этого и из этого мы можем предположить, что, и вот гипотезу нужно проверять. А вот это теория, которая служит для объяснения фактов, то есть почему это происходит, почему, к примеру, бабочки вечером, когда солнце заходит или в тумане, они серые, а когда яркое солнце светит, они такие красивые, радужные. Почему? На это есть определенная теория интерференции света. Далее, наконец, приложение. То есть какие же, ну вот эти следствия, то есть каким образом эту теорию можно использовать, потому что иначе она не превратится в знание. Поскольку, как известно, знание всегда достоверно, системно и обязательная характеристика, оно инструментально. Вот, это уже, смотрите, всего-навсего выделение элементов содержания учебного материала. Дальше, соответственно, как только мы начинаем выделять содержание учебного материала, вот те самые дидактические единицы, сразу возникает вопрос, понятно ли оно учащиеся, на какую научную или практическую проблему отвечает этот материал, потому что иначе эта дидактическая единица не будет усвоена, соответственно, не из чего будет строить. Дальше уже вот это здание знания. Я напомню совершенно замечательные слова Константин Викторовича Ушинского. Пустая голова не мыслит. То есть вот пока мы не обеспечим усвоение учебного материала, говорить о развитии мышления это просто полная ерунда. Какие акценты мы сделаем в этом учебном материале, на что мы обратим внимание, это не всегда ключевые положения, потому что вполне возможно мы сделаем акценты на практическое приложение. Ну то есть что, собственно говоря, актуализирует, как говорят, это знание. Как оно дополняет, вот это очень важный такой момент, как этот учебный материал дополняет вот ту сложившуюся картину, те представления, которыми уже обладают наши обучающиеся школьники, студенты или воспитники учреждений дополнительного образования детей. Дальше мы можем выделить такие составляющие, как наглядные технические средства обучения. Нужны ли они на данном уроке? Может быть без них как раз наоборот лучше. Удачно ли выбран момент их использования? Ну а то одна ехидная дама такую фразу сказала, говорит, у нас же технические средства обучения не для того, чтобы было видно, а они для того, чтобы было видно, что они есть. Ну вот на самом деле играют ли они, целесообразно ли вообще само содержание этих наглядных средств в особенности, ну и вот использование технических средств обучения. В качестве элементов или составляющих урока очень часто выделяют виды деятельности учащихся, тем более это актуализируется системно-деятельностным подходом. И здесь как раз сразу возникают такие вопросы, как минимум, когда и зачем применялась репродуктивная деятельность, то есть действия по образцу, повторения, отработка. Некоторые говорят, что исключительно должны творческие виды деятельности на уроке быть. Ну я опять напомню, у Шинского пустая глава не мыслит, а это как раз такой накопительный результат. Вот, то есть на самом деле надо просто-напросто знать, в какой момент и с какой целью применяется именно репродуктивная деятельность. Дальше, в чем проявляется творчество учащихся, чем оно оправдано? А то некоторые педагоги призывают, что надо творить, надо быть творческим, но так, простите, к этому же надо подготовить. И в чем, собственно говоря, где мы побуждаем, чтобы они творили, а где они вытворяют. Вот, и наконец, как минимум, насколько обеспечена самостоятельность учащихся на уроке, потому что если обратиться к уроку, то он вообще специфичен именно тем, согласитесь, что все-таки там ведущая роль всегда ведущая роль учителя и ведущая даже управляющая роль учителя. То есть это такой очень управляемый процесс, но мы можем увлечься. И в результате у нас совершенно угаснет самостоятельность. Деятельность будет исключительно исполнительный характер носить. А мы же сами говорили, что нельзя научить, но можно научиться. То есть таким же образом именно мы включаем их и обеспечиваем, стимулируем даже самостоятельную деятельность. В качестве составляющих урока можно выделить методы обучения. То есть я напомню, метод – это способ взаимодействия педагога и ученика или обучаемого по достижению цели обучения. Соответственно, возникают тогда такие вопросы, организуют ли эти методы, которые мы отобрали, деятельность учащихся, или это просто, ну, как этот самый учитель или преподаватель или педагог дополнительного образования, как глухарь на таку. Сам все это рассказал, а что там дальше. Научают ли эти методы культуре умственного труда? То есть они же должны переходить в опыт самостоятельной деятельности, самостоятельно-познавательной деятельности. Вызывают ли они активность самих обучаемых? Далее, в качестве составляющих урока могут быть требования учителя, ну, или шире, скажем, педагога, потому что даже преподаватель, педагог дополнительного образования, как я уже говорил, соответствуют ли эти требования задачам обучения, создают ли они достаточное напряжение, тактичны ли они по форме предъявления, поскольку я уже говорил, что урок это все-таки очень такая достаточно жестко организуемая форма обучения, где во взаимодействии ведущего роли играет именно педагог. Внутри этой, то есть сам урок является организационной формой обучения, но еще и внутри, это же комплексная форма, внутри урока тоже могут быть различные организационные формы, то есть, например, опрос индивидуальный, групповой, фронтальный, устный, письменный, тихий, магнитофонный, каким образом изучение материала происходит, ну и так далее. То есть вот в каких организационных формах происходит, организуется каждый из этапов урока. Ну вот смотрите, уже даже шесть оснований для выделения элементов урока я обозначил. Это, естественно, не является исчерпывающим списком, но и тогда возникает закономерный вопрос, да, каким же основанием нужно пользоваться, а какими пренебречь. Потому что вот когда мы выделяем составляющие урока или элементы урока, то обязательно должен быть один единый критерий. Но, допустим, я выберу методы обучения. А разве мне интересно, разве не важно мне требования? Тоже важно. Как организуются, потому что метод без формы не существует. Тоже важно. И вот как из этого выйти? Из этого замкнутого круга? Выходим очень просто. То есть мы берем и смотрим. Например, мы можем выбрать, ну, чаще где-то не больше трех оснований для выделения, потому что нам же потом весь этот проект урока надо держать в голове, по сути, потому что вести урок постоянно, безотрывно глядя в план урока, это же невозможно. Вот, поэтому, как правило, где-то не больше трех оснований выбирают, из чего потом будут конструировать его. Но, допустим, методы мы выберем вот такие, для того, чтобы их обеспечить, требования будут вот такими, и выглядеть они будут в таких-то организационных формах. Либо, допустим, мы можем, может быть, это такой урок, где очень важно содержание учебного материала, поэтому мы берем как основное это содержание учебного материала, оно будет вот таким-то. Для того, чтобы оно усвоено было, виды деятельности должны быть вот такими-то, ну, и, соответственно, будем изучать, пользуясь такими-то методами обучения. Может быть, так. Много ни в коем случае нельзя, потому что все остальное, ну, как говорят, подтянется. Но, смотрите, мы всего-навсего пока еще занялись только описанием урока, выделением элементов или составляющих этого урока, из которого он будет складываться. И уже насколько глубже, насколько объемнее мы начинаем понимать вот этот предстоящий урок. Ну, или, может быть, при анализе урока, который мы провели, или урок, который провел кто-то из коллег, и мы его анализируем, тоже очень много информации. То есть, вот это всего-навсего один пункт выделения составляющих элементов урока. Оно уже нам дает, как профессионалам, очень-очень много материала, не только для размышлений, а именно для действий. Но это не все. Эти элементы, как я уже отмечал, должны быть каким-то образом структурированы, то есть взаимосвязаны. Каким же образом? А вот для того, чтобы связать их, разработаны в истории образования достаточно много различных именно структур урока. И вот самая распространенная, самая известная, это традиционная структура урока, выделение четырех этапов опроса, объяснений, закрепления домашних заданий. Соответственно, уже понятно, как эту канву урока выстраивать. После этого, ну, это уже где-то в 70-х годах прошлого столетия, на смену традиционной пришла дидактическая структура урока. Она очень похожа, но по задачам, решаемым задачам, должна быть, по идее, иной, хотя не все это поняли тогда еще и не все понимают сейчас. Итак, дидактическая структура урока – это, смотрите, актуализация опорных знаний. Это не опрос материала прошлого урока, а это актуализация тех знаний, которые нужны для изучения нового материала. Дальше идет формирование новых понятий и способов действий. Опять-таки, это не просто изучение того, что в учебнике, а здесь должны быть выделены те самые дидактические единицы, какие понятия, какие способы действий, то есть умения и навыки. Далее упражнения в применении знаний, потому что я уже говорил, что знания всегда инструментальны и нужно именно в классе, ну или в учебной группе, в аудитории упражнять в применении. И, соответственно, формирование умений и навыков с переходом, возможно, на домашние задания. Но начинается тоже здесь. И вот смотрите, уже это другая логика, другая структура. Логика – это значит именно сопричинение. Потому что здесь идет по логике не припоминания, не репродуктивной деятельности, как в традиционной структуре, а по логике познавательной деятельности, ну, скорее, по логике самостоятельного познания. Психологическая структура, разработанная, понятно, психологами очень интересна на закономерностях человеческого мышления и интеллектуального развития – это воспроизведение известного знания, осознание учащимися этих знаний в известных ситуациях, такие микрооткрытия, что, оказывается, я это знал. Восприятие новых знаний и способов действий. Ой, а что это такое? Осознание и осмысление учащимися элементов нового, обобщение, применение знаний и способов действий. Вот вам, пожалуйста, еще одна структура. Следующая структура – это проблемная, разработанная в научной школе Мирзея Исмаиловича Махмутова. Создание проблемной ситуации, постановка проблемы, выдвижение предположений, гипотез, доказательства гипотез, проверка правильности решения проблем. Ну, это вот уже, по сути дела, путь научного познания, да, хотя и субъективный нового. Ну, а вот такая тоже интересная мотивационная структура урока, которая состоит из следующих этапов – это организация управления вниманием учащихся, разъяснение смысла деятельности, то есть зачем оно мне надо, а зачем оно нам надо. Вот для этого. Дальше анализ мотивационных состояний. А кому это интересно, кому неинтересно, а почему тебе это интересно, а почему тебе это неинтересно. А как ты полагаешь, а почему люди этим занялись, зачем они это изучали, почему, из каких побуждений это включено в программу. Ну, то есть вот такое соотнесение без подавления ученика. Ну, потому что мотив может возникнуть и из этой вот известной ситуации, как у Самаэра Яковлевича Маршака. Ты попробуй-ка, как вкусно, словно ли сжуешь капустный, а может нам стоит попробовать посмотреть. Дальше это совместная с учащимися постановка целей занятия, то есть к чему же мы должны прийти, что же мы должны узнать, что в наших представлениях по идее должно измениться и так далее. Обеспечить ситуацию успеха в достижении цели. Может быть, даже иногда и приписывание, но в любом случае замечаем самый-самый малейший успех и фиксирование его, вот это вот продвижение политики успеха обязательно, потому что это помогает именно в поддержании положительных эмоций и состоянии уверенности учащихся в своих действиях. Мы все равно получим. У одной из своих коллег я вчера в интернете прочитал интересное высказывание, что если результат неудовлетворительный, значит это промежуточный результат, мы в состоянии его улучшить. Так что вот такое состояние уверенности у учащихся, естественно, нужно внушать, потому что по пути достижения он должен двигаться, а не по пути неудач и самобичевания. Дальше оценивание действий, то есть что же у нас было успешного, что неуспешного и почему. Оценивание процесса, каким образом мы взаимодействовали, и оценивание результатов обучения, то есть что же мы получили. Ну вот как минимум пять таких вариантов структуры урока, которые помогают выстроить в связи. Опять, какой структурой воспользоваться? А надо смотреть общее назначение урока, целевые его установки, зачем это я буду проводить. То есть какая из этих структур может быть более эффективной. Есть еще так называемая методическая структура урока, но она комбинированная. То есть пытаются взять что-то из одной, что-то из другой. Я не очень люблю вот эти вещи, потому что, ну, винегрет может быть вкусный, но вот когда винегрет из разных структур, они же построены на разных закономерностях, крайне говоря, я не видел, чтобы это было успешно. То есть лучше вообще-то, ну вот в данном случае лучше соблюдать чистоту, потому что здесь уже выявлены закономерности. И нам понятно, как действовать. И интуитивно пусть научники тоже понимают, как им действовать в этой ситуации. Ну и каким же образом задается вот целостность урока, о которой я уже в самом начале говорил. На самом деле нам нужна эта вот выделенность, автономность, завершенность урока. Ну, то есть, как говорят, что каждый урок надо проводить как последний в своей жизни. Ну, это лозунги. Это легко так сказать. А вот как это обеспечить? Потому что мы же работаем постоянно, нам нужно каждый раз это реализовывать. Так вот, как задается этот тип, вернее, целостность урока? Он задается по типу урока. А типы урока могут выделяться по дидактической цели. Например, урок изучения нового материала. И понятно, что вот все, вот вся конва этого урока выстраивается именно для того, чтобы они познали, постигли, увлеклись вот этим новым материалом. Урок применения и совершенствования знаний. Значит, это отработка, значит, это упражнение. Здесь совершенно другие виды деятельности. Другой настрой, другая мотивация. Далее. Если это урок об общении и систематизации знаний, опять, вот смотрите, мы даже читаем, и для нас уже как-то создается вот образ, да, образ этого урока. Это может быть контрольный урок, ну, или вот там комбинирование, что более аморфно. Так вот, смотрите, вот целостность урока, я, как я уже сейчас только что сказал, это определенный образ урока. И вот этот образ, он и задается, в первую очередь, по дидактической цели. Но не только. Не только. Тип урока можно выделить и по другому основанию. Например, по степени проблемности. Ну, проблемный, не проблемный. Там еще, если обратиться к трудам опять того же Мерзея Исмаиловича Махмутова и его учеников, его научной школы, то там есть еще большее количество таких градаций. И вот сейчас происходит ренессанс этой проблемности, ренессанс научной школы даже, ну, скорее, может быть, не научной школы, в большей степени вот новое прочтение трудов Махмутова. И это связано в связи с тем, что федеральные государственные образовательные стандарты предполагают широчайшее использование проектной исследовательской деятельности обучаемых. И вот здесь как раз, ну, очень хорошо ложится это все на проблемное обучение. Поэтому я искренне рекомендую, посмотрите. В интернете очень много материалов на эту тему проблемное обучение в трактовке Махмутова Мерзея Исмаиловича, академика Российской академии образования, к сожалению, уже ушедшего из жизни, и его учеников, его последователей. Ну, соответственно, тоже, в общем, достаточно распространено. И не случайно такое деление на типы урока по внешней стороне, то есть по ведущей форме организации деятельности, урок беседа, лабораторная работа, зачет, киноурок, может быть, компьютерное занятие и так далее. Почему не случайно? Вот, знаете, как-то нередко слышишь очень обидно, обидные такие вот высказывания по поводу формы организации деятельности, что, ну, а, это вот формы, формочки, форма творчества и так далее. Но, давайте вспомним элементарно из философии, что форма всегда в единстве с содержанием выступает. И почему это? А потому что форма структурирует содержание. И когда мы обращаемся к форме организации деятельности учащихся, то есть мы выстраиваем, структурируем эту деятельность. То есть здесь как раз и выявляются ведущие элементы этой деятельности, вспомогательные элементы, закономерности, ценностно-целевые установки. Ну, то есть в результате как раз отрабатывается, именно формируется деятельность обучаемых, и приобретя форму, она закрепляется, и мы как раз тогда выпускаем в самостоятельную познавательную деятельность. Так что выделение типов урока по внешней стороне, то есть по ведущей форме организации деятельности обучаемых, ничуть не менее значимо, чем вот два других способа. Но, опять-таки, список этот не исчерпывающий. И еще, естественно, можно продолжить основания для выделения типов уроков. Самая главная мысль, которую мне бы хотелось раскрыть, что целостность урока задается именно его типом. То есть вот надо овладевать, вот как художники для того, чтобы замысел свой раскрыть, они же школой овладевают, да? И вот точно так же надо овладевать вот этой техникой для того, чтобы конструировать урок. И вот смотрите, в результате мы эти элементы связи целы. Вот мы выделили из каких элементов, мы выделили, каким образом будем выстраивать эти элементы, выделили тип урока. В каком порядке элемент связи целы? Здесь вот я последовал просто за определением, и один, два, три их и расставил. А на самом деле, как вы понимаете, если я свой урок замышляю, вот формирую замысел этого урока, то, конечно же, я начинаю именно вот с типа урока, да? То есть во имя чего, для чего этот урок замышляется, что будет в конце. Дальше уже удобнее всего перейти к элементам, и, наконец, третьим, их связи, каким образом мы будем выстраивать, какую логику урока, какую структуру. Таким образом получится, вот если я свой урок замышляю. Если я анализирую чужой урок, то удобнее, наверное, вот в таком плане идти. То есть вначале посмотреть, какие элементы мы выделяем, мы обнаруживаем, мы вот увидели, дальше посмотреть, какой логики они выстраивались, и к чему в результате наш коллега, другой педагог привел своих обучаемых. Ну и там еще можно посмотреть тоже вот в разных вариантах, в разном порядке для разных задач. То есть вот эти три пункта, они не алгоритмические, но не в таком порядке обязательно элементы связи целой. Они могут в разных вариантах, в разной последовательности использоваться. Ну, а я напоминаю, что это пока еще только лишь описание урока как системы. И смотрите уже, как много, как много мы обнаруживаем про этот урок. Ну, уже даже, может быть, хочется пойти, по крайней мере, разработать его, да, может быть, и провести. Ну, не знаю, любой учитель, который проработал, ну, хотя бы год-три, конечно, для него самый страшный это урок, но и самый заманчивый это урок, потому что это как раз вот то, где ты реализуешь себя, свои творческие замыслы, это место для твоих побед и место для твоих самых страшных неудач. Ну, в общем, это иногда даже говорят, это то, ради чего мы живем. Ну, во всяком случае, это то, что реально затягивает и не отпускает потом, не отпускает из педагогической профессии, несмотря на все ее трудности. И вот мы всего лишь просто воспользовались системным подходом для того, чтобы описать урок как систему. Но вот для того, чтобы получить удовольствие от урока, для того, чтобы он стал действительно событием и для меня, и для тех, кого я обучаю, надо еще обратиться к анализу урока как системы. И вот здесь тоже обнаруживается в качестве необходимых и достаточных всего-навсего три признака. То есть это признаки контекстности, оптимальности и интегративности. Ну, это те же самые элементы связи целых. Потому что контекстность означает, что всякий элемент не только влияет на свойства системы, но и сам приобретает свои свойства, наполняет конкретным содержанием в рамках системы, во взаимодействии с другими элементами. Ну, то есть элементарно, допустим, один и тот же урок в системе разных уроков может играть совершенно разную роль, иметь совершенно разные значения. Точно так же один и тот же применяемый метод на разных уроках может изменяться до неузнаваемости в зависимости от того, именно на каком уроке он используется. Свойство оптимальности означает то, что за счет структуры она, система, восполняет свойства недостающих элементов. Ну, к примеру, не надо доводить порядок, если уже определенная ритмичность урока наработана. Они уже готовят свое сердце к следующему этапу работы, к следующему виду деятельности. Ну и интегративность, это означает то, что у системы обнаруживаются функции, которые не присущи ни одному, ни для элементов урока. То есть, это вот известное высказывание Аристотеля, что целая больше суммы частей его составляющих. Как же это обнаружить именно на уроке? Потому что то, что я сейчас перечислил, это общие характеристики для любой системы. Так вот, когда мы говорим по контекстности, я уже сказал, допустим, это может быть изменением метода. То есть, метод еще раз напоминает способ взаимодействия обучаемого и педагога. Ну и вот этот способ взаимодействия в зависимости от, ну, например, допустим, метод, метод, убеждающий беседы. Если это, допустим, будет использоваться на уроке изучения нового материала, я буду мотивировать к изучению нового материала. Да? Если это будет на уроке обобщения систематизации знаний, значит, как вы понимаете, это будет уже для другого, он имеет другую целевую направленность, а в методе, то есть здесь нужно для того, чтобы обнаружить, а какое место в этом обучении играет вот данный элемент знания, допустим, данный способ действия, деятельности. Вот это важный момент. Далее. Это может быть точно так же изменение значения приема, соответственно, формы, одна и та же форма может быть, может наполняться различным содержанием. Это может быть перенос акцентов в содержание учебного материала в зависимости от того, в каком уроке мы это используем. То есть, в принципе, абсолютно любой элемент может наполняться новым содержанием. И вот это очень важный момент. Если мы этого не обнаруживаем, значит, либо у нас урок разрушится, либо просто урок не в системе проводит. Что значит оптимальность урока? То есть, восполнение недостающих компонентов каких-то. Ну вот, давайте мы разберем из методики ТРИС, теории решения изобретательских задач. Это Анатолий Гин приводит такой приемчик. Маленький ребенок не хочет идти купаться в ванну. Мама не тащит его силы, а предлагает пойдем купать рыбку. Такая цель ребенку понятна и привлекательна. И вот он уже с удовольствием плещется вместе с рыбкой, а мама ненавязчива достигла своей цели отстирывает малыша грязной. Умная мама применила простой педагогический прием, который применим и в школе вне зависимости от возраста и предмета обучения. В чем суть этого приема? Перед ребенком ставится простая, понятная и привлекательная для него цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и то учебное действие, которое планирует педагог в соответствии с учебной программой. Какое это имеет отношение к оптимальности урока, к восполнению недостающего урока? Да, элементарно. Некоторые методисты требуют от учителей, чтобы учителя ну вот огласить, как прямо формулировка огласить детям цель урока. То есть свою дидактическую цель, вот у меня написано в плане сформировать такие-то понятия. Якобы я должен детям сказать цель сегодняшнего урока сформировать у вас вот такое-то понятие. Господи, да кому же это интересно? А вот если вы иную цель поставим, привлекательную, может быть исследовательскую, проблемную цель, ну я даже когда эти вещи мне в свое время растолковали я вел физику и на уроке измерения физических величин я в качестве темы урока написал на доске тема такого роста дюймовочка. Конечно они были удивлены, но почему мы из школьного обучения должны вытравить удивление? Почему мы должны только насильственно обучать? Ну естественно они стали вспоминать, стали спорить о какого роста дюймовочка на самом деле? Какого она роста? Как вы думаете? Вспомните сказку. Там говорится, что она не больше дюйма роста. А что такое дюйм? А оказывается дюйм это длина фаланги вот большого пальца вот то, что я сейчас показываю большого пальца руки. И каждый из них из моих этих учеников семиклассников тогда они посмотрели ага но это же разное а сколько это? Ну и стали мерить линейками. Так это один дюйм или 2,4 сантиметра или 24 миллиметра там не точно 24 тем более это еще у разных разное. Ага значит тогда возникло во-первых мы можем измерить в дюймах а можем измерить в сантиметрах или миллиметрах и нужно тогда научиться переводить из одной единицы в другое. Больше того мы еще обнаружили что если пользоваться фалангой большого пальца то оказывается они же разные у нас разные получатся данные а нужно чтобы у нас было единство измерений и тогда мы выяснили что оказывается нужно иметь эталон и мы в результате урока заключили что всякое измерение заключается во-первых в выборе эталона во-вторых в процедуре сравнения с этим эталоном далее поскольку эталоны мы можем выбрать разные то нужно еще уметь соотнести то есть период величин нужно осуществлять дети этого пометили просто но это была жизненная необходимость сколько это может привыкнуть сантиметром или миллиметром ну и так далее в общем в результате это естественно было уже интересно не только им но и мне тоже вот таким образом я естественно не ставил перед ними цель сформировать понятие физической величины измерения физических величин и сравнение перевода физических величин но уверяю вас они потом помнили все это да собственно зачем уверять вряд ли кто-то из вас сомневается далее вот тоже у Анатолия Гина я кстати даю ссылочку на его сайт trisway.com урок английского языка цель учитель освоить вопрос форма английского предложения разыгрывается ситуация английского магазина в которой дети задают вопросы продавцу с целью выбрать себе покупку товары от книги или платья до автомобиля представлены рисунками игра игра вообще очень часто вот эта игровая цель позволяет ну грубо можно сказать закамуфлировать цель учебную цель дидактическую но дело в том что вот когда мы говорим о познавательном интересе то надо четко разделять есть интерес к содержанию а есть интерес к процессу обучения и вот содержание обучения которое в наших программах было бы наивно полагать что каждому из учеников будет интересно все 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 а вот процесс процесс учения процесс самопознания процесс самоделания делания себя процесс саморазвития вот он интересен каждому ну за исключением только уже психически нездоровых людей но среди наших учеников их гораздо меньше чем среди нас вот поэтому давайте рассчитывать на их здоровый интерес именно к процессу обучения таким образом включая вот этот процесс вовлекая в этот процесс обучения мы именно восполняем что мы восполняем необходимость активизации потому что если мы этого не делаем тогда приходится прибегать ко всяким силовым методам чем собственно говоря немалое количество педагогов к сожалению как говорят грешат да вот это не надо было бы делать если бы мы вот поступили профессионально ну и третья характеристика системы это интегративность урока то есть когда создается нечто большее чем просто сумма свойств элементов и вот здесь специалисты выделяют признаки результаты и признаки процесса вот первое к чему я хотел бы обратить ваше внимание это целостные признаки гуманистической воспитательной системы которые выделили наши академики российская академия образования Людмила Ивановна Новикова и Зоя Ивановна Малькова значит что это такое то есть вот что же создается только благодаря слаженности только благодаря системности обучения в целом и уроках частности это наличие своеобразной идеологии урока такой знаете именно образ урока мир урока целостный образ учебного предмета представление об истории науке ее современном состоянии перспективы развития и так далее это ну я немножко перефразирую их выводы они про четко только про воспитание я расширил это на обучение но это тоже именно как воспитательная система урока то есть обращение к человеку это формирование определенного образа жизни в котором преобладают позитивные ценности мажорный тон динамизм то есть когда они идут вот у нас же очень часто такая кабинетная система да и вот они идут и они подкрыт а что же сегодня то будет интересно а что же сегодня мы откроем причем очень интересно когда они ожидают не только что учителем откроют а что они откроют в себе и вот когда учитель к этому их обращает внимание вот тогда это особенно цель тогда особенно такой позитивный настрой идет ну естественно тогда нормальным является чередование различных жизненных паз то есть событий повседневность праздники будни определенные традиции урока очень интересно когда они закладываются формируются развиваются это педагогически целесообразная организация среды обучения как внутренний предметный эстетический пространство духовный так и внешний социальный природный и так далее потому что важно как известно не только то что и как делает ребенок но обязательно в каких условиях протекает его деятельность ну и как минимум это вот чувство безопасности гуманистический характер межличностных отношений реализация защитной функции школы она к сожалению мы только подлавливаем подставляем у нас вот чаще всего формируется некомфортная среда на уроке ну а пусть пусть будет все-таки урок вот тем временем когда ага вот у меня дома не получилось но я сейчас на уроке все это доработаю я вот здесь все это пойму я все равно совершу это открытие потому что здесь я встречусь с учителем который обязательно мне поможет вот это вот помогающая педагогика позволяет обеспечить такую результативность результативность урока и вот результативность урока как системы очень четко проявляется как минимум в таких четырех признаках признаках результата но это к определенному уровню когда мы с сформированности сработанности урока придем а вот как узнать так ли мы идем туда ли мы идем верной дорогой идете товарищи а для этого есть признаки самого процесса то есть мы еще результаты не достигли но есть признаки процесса процессуальные свойства урока как системы и первое это включенность его во всю систему учебно-воспитательной работы то есть система уроков по теме по предмету выявление того на что должен учитель опираться на данном уроке чему готовить учащихся причем здесь как содержательная сторона обучения так и мыслительные операции которые будут развиваться то есть вот урок все-таки как говорят урок в системе уроков мы опираемся на то чего достигли и готовы к следующему этапу это межпредметные уроки в частности межпредметные связи не обязательно межпредметный урок но в частности может быть испаренный например урок межпредметный когда иногда даже проводят два учителя это связь урока с внеучебной работой тоже позволяет вписывать этот урок и вот эта вот вписанность включенность урока в систему учебно-испытательной работы может быть и не гарантирует но обеспечивает действительно его все более и более повышающуюся эффективность второй признак процесса это формирование учащейся системы знаний то есть чтобы это знания были осознаны чтобы они были связаны с жизнью с трудом чтобы они были структурированы например основные положения выводы и средства из них приложения и факты то есть чтобы не по принципу чего побольше всего побольше вот очень интересная связь с жизненным опытом я вот на другом вебинаре объяснял про этот самый урок с человеческим лицом что если мы выстроим допустим логику урока вначале обращаясь к жизненному опыту пусть даже и неэффективному а может быть там в этом опыте покопавшись дети что-то такое интересно откроют вот и потом найдем вот эти зацепки тогда легче легче понимать ученикам теорию легче понимать способы деятельности которые мы потом предлагаем для освоения далее это формирование обобщенных иррациональных умений то есть это например умение пользоваться образцами правил умение использовать алгоритмы использовать террористические схемы вот все это позволяет именно включать то есть не ждать вот получится или не получится потому что понимаете вот у нас ведь работа особая да а если не получится а если не так это же не болванка которую можно в переплавку пустить это живой человек у которого судьба испорчена поэтому мы можем себе позволить результат не тот получить а для этого как раз вот эти признаки процесса четвертый признак это активизация проявления нравственных ценных качеств личности не мотивация избегания то есть если ты не сделаешь что я тебе вот и то плохо сделаю то и то рубинштейн напомню говорил что воспитание складывается из того что человек делал и как к этому относиться причем тут воспитание скажете вы вот я просто обращусь к фразе Владислава Александровича Серикова член корреспондента российской академии образования в одной из своих книг он мимоходом написал интересную фразу парадокс состоит в том что не воспитывающее обучение становится и не обучающим тоже вот мы говорим о том что это сознательное должно быть учение сознательное усвоение но сознание тоже имеет свою форму давно известную это знание слитое с отношением к этому знанию вот таким образом активизация проявления нравственных ценных качеств личности позволяет опять включить ребенка в обучение сделать его если уж не субъектом то по крайней мере очень активным соучастником этого процесса и соответственно повысить результативность пятый признак процесса это интенсивная работа на уроке причем на пределе возможностей чтобы никто не расслаблялся а возможности то у каждого разные да но для этого же учителя уже много раз отработали например карточки с дозированной помощью вот для тех кто вообще очень трудно учиться вот тебе пожалуйста алгоритм работай по нему для тех кто требует такой небольшой помощи может быть юристический алгоритм подумай про это подумай про то остальные может быть и так смогут сделать такие субъективные мини-открытия далее это разумное использование рабочего времени у нас и чаще всего как вот как я сейчас рассказываю 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 но у меня вот такая ситуация вебинарах на уроке же это недопустимо когда я просто все время рассказываю кстати говоря элементарный пример приведу вот я уже говорил по базовому образованию я учитель физики и математики и вот чаще всего учителя физики первый урок как проводят вот они готовят много-много всяких опытов дети их называют фокусы и вот значит и то он показывает и то и вот удивляет 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 весь вечер на манеже как коверный клоун а дети а дети ничего не делают они просто сидят смотрят ага ну давай ну развлекай вот это явно неразумное использование рабочего времени и далее вот то что здесь у меня написано использование интенсивных методов обучения а какие они интенсивные да все элементарно лучше всего я это много раз уже отработал в своем опыте поэтому с уверенностью могу рекомендовать первый урок должен быть посвящен моему учителя знакомству с учениками я их должен узнать наилучшим образом а не они меня потому что при этом традиционном подходе получается к концу урока они меня изучили вдоль поперек и даже по диагонали а я даже в лице не буду узнавать потому что я же делал эти самые фокусы что иначе а иначе здравствуйте ребята меня зовут Николай Михайлович фамилия моя Борытка вот так вот она пишется и вот я у вас буду вести физику и мы с вами будем пользоваться вот таким красивым учебником давайте мы посмотрим на него я их уже поверну на учение давайте посмотрим из чего складывается учебник вот тут значит у нас идет параграф а в параграфе что а в параграфе здесь вот идет вот такой допустим такая структура что вначале название потом рубрики потом идет текст а вот здесь вот вопросы а вот если мне нужно просто найти допустим что такое вот это как вы думаете как найти а вот есть предметный именной указатель ну хорошо а вот тут оглавление ну и вот первая наша тема как вы думаете какая да вот он первый параграф а вот смотрите знаете мы сейчас проверим насколько вы умеете читать ха 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 все мы умеем читать ну давайте проверим вот например у нас первый вопрос после параграфа вот такой кто найдет ответ в параграфе на этот вопрос ну и соответственно мы уже включаемся в работу а что значит найти ответ на вопрос если вопрос звучит что такое значит что нужно сделать найти определение если написано сравните вот это вот с этим что это означает найти общие различительные характеристики причем надо найти по минимуму текста не вообще все захватывает ну хорошо значит я вам сейчас даю вот столько-то минут вы можете тихонечко совещаться друг с другом соседи по парте через столько-то минут вы должны будете найти эти ответы все они уже работают а я хожу консультирую смотрю кто из них как работает в результате они работают на уроке должны работать ученики а не учитель учитель по идее должен отдыхать ну еще различные самые различные способы вот такого разумного использования времени урока разработаны в педагогическом опыте вот это нужно обязательно делать и продумывать последовательность основных видов деятельности этапов урока вот здесь нужно вспомнить про очаг активного внимания продолжительность очага активного внимания когда нужно переключать эти очаги внимания соответственно переключать разные на разные виды деятельности и где будет пик активности вот здесь как раз и должна сообщаться новая наиболее важная ключевая информация тогда тогда он действительно будет интегрироваться в обучение ну и соответственно шестой признак процессуальный это стимулирование участия положительных мотивов учения ну вот смотрите на четвертый шестой может быть на первый взгляд кажется что в принципе это одно и то же но на самом деле четвертый это больше обращенность вовне а шестой это вот к самим себе в чем проявляет силу движения то есть в чем вот именно включенность их обнаруживается когда они обратились к себе это вот вотклики на предложение учителя в инициативе в любом напряжении ну и так далее вот в результате достаточно много таких признаков по которым мы можем судить о том вот этот урок он у нас движется к результативности или нет или у нас такая тревожная лампочка загорелась может быть даже и сирена и мы можем как раз еще и посмотреть заодно насколько эффективно мы работаем вот сейчас именно в процессе а не потом уже когда будем сидеть у разбитого корыта и горько плакать ну и мы два раздела прошли это описание урока как системы это анализ урока как системы который позволяет вот обнаружить туда ли мы идем ну и соответственно третий раздел это оценка уровня сформированности урока как системы оценка уровня его организованности здесь я напоминаю выделяю четыре уровня это опять элементы связи целые то есть первый это уровень разрозненных элементов то есть когда элементы урока ну просто грубо говоря кучи свалены некоторые пренебрежительно говорят об этом уровне урока но вот когда мы осваиваем например новую методику даже если это опытный учитель если он попробует перескочить вот этот этап то у него дальше ничего не получится поэтому такой этап накопительства новых элементов обязательно нужен в чем специфика данного уровня сформированности урока как системы ну я уже сказал аморфность а значит непредсказуемость непредсказуемость результата вот урок как система ведет себя случайным образом и тогда что нужно и тогда нужна очень большая система страховок может быть даже дополнительных консультаций ну в общем нужно продумывать каким образом мы восполним если у нас не получится результат потому что я еще раз напоминаю дети живые и в отвал мы их не можем сбросить если у нас будет брак второй это связи уровень фрагментарных связей то есть когда урок выстраивается фрагментами применяемых элементов это могут быть методы ну в общем все что я раньше перечислял чем отличается этот урок качественно если на первом уровне он не предсказуем то здесь мы можем сказать так что он предсказуем в типичных ситуациях то есть если дети придут отдохнувшие невзбудораженные ну и так далее и так далее то вот если то-то-то-то-то есть то тогда вот у меня это получится если нет то непредсказуемо скорее всего нет то есть потому что здесь именно фрагменты структуры но в общем-то тоже вполне вполне такой необходимый обязательный обязательный уровень перескочить его нельзя потому что мы отрабатываем здесь причинно-следственная связь далее следующий уровень это так называемый уровень связанного целого вот они элементы связи целая то есть когда практически все не обязательно все-все-все вот а все структурные элементы урока то есть которые задают его логику которые задают канву урока уже выстроены вот в эту структуру в логику тогда поведение системы или урока как системы становится на уровне тенденции то есть в абсолютной большинстве ситуации хотя естественно какие-то пиковые ситуации могут и разрушить такое но есть еще такой бонусный уровень четвертый потому что вот элемент связи целая который называется уровень оптимального связанного единого целого то есть что это такое а здесь самое главное самое главное отличие это так называемое саморазвитие системы вот что принципиально на данном уровне иначе говоря когда вот на первых трех уровнях мы урок рассматриваем это то что четко вот учителя штурвала вот четко управляются учителем четвертый уровень вот развития сформированности уроков как системы это когда вступают в действие уже определенные традиции ритуалы урока когда вот учитель уже не обязан каждый раз каждый вот момент урока управлять а он ну фактически переходит к стратегическому управлению потому что здесь уже включаются сами ученики вот отсюда кстати говоря объяснение тому почему я категорически против того когда иногда говорят что каждый урок должен быть необычным неожиданным для детей каждый урок это как калейдоскоп но как тогда мы сможем достичь уровня саморазвития если мы каждый раз только потрясаем потрясаем и потрясаем вообще-то на урок дети приходят для того чтобы работать и представьте себе когда мы приходим на работу и каждый раз нас потрясают каждый раз нам меняют правила игры ну кому это понравится сплошное дергание ну и вот тем более это совершенно бесперспективно для такого ритмичного обучения а урок все-таки это такая ритмично повторяющаяся форма организации обучения и вот если мы это делаем то тогда мы можем достичь стадии саморазвития когда уже дети включаются когда для них это становится естественным способом жизни и еще раз напоминаю учитель тогда уже становится фактически стратегом а вот в чем у нас будет отличие вот этого урока вот наших предыдущих ну вот каким же образом можно оценить уровень системности урока я вам покажу это на знаниях на формирование системного знания допустим начинаем мы с отдельных разрозненных факторов а знаете ли вы а что вы еще знаете а вот это вот мы знаем ну и так далее вот это вот что где когда это ну в общем даже умницы и умники это в основном это именно воспроизведение я еще раз напоминаю пренебрежительно к этому относиться нельзя потому что пустая голова не мыслит но это все-таки отдельные разрозненные факты и как только мы накопили определенную что значит определенную вот ту сумму фактов которые позволяют переходить к выявлению причинно-следственных связей если это то то почему это произошло потому что вот здесь вот что сразу же нужно именно переводить на следующий уровень выявление причинно-следственных связей то есть что является причиной что является следствием что вот еще от этой причины можно ожидать смотрите что получается определенная гипотеза определенное пусть даже не предсказание пока еще а предположение вот и проверка этого предположения значит соответственно уже это абсолютно на любом предмете гуманитарном естественно научном математическом каком угодно дальше дальше третье это формируется предметная картина например математическая физическая географическая картина естественно научная картина мира ну то есть здесь уже складывается именно целостная картина которая позволяет видеть именно иерархию знаний то есть где ключевые идеи где выводы следствия и так далее и наконец четвертый уровень это собственный полет знания то есть когда эта предметная картина становится инструментом для познания когда не просто предсказания делаются как на третьем уровне но еще и проверка этих гипотез а иногда и озарение и тоже с последующей проверкой вот пожалуйста таким образом мы постепенно не просто включаем а втягиваем самостоятельную познавательную деятельность по четырем уровням сформированности системы как же тогда мы проектируем урок для того чтобы вот это все свести воедино ну вот я бы предложил следующий алгоритм во первых нужно провести анализ предшествующих уроков результатов обучения то есть чего мы достигли и благодаря чему мы это достигли для этого как раз нам вот нужно первые два а и б то есть описание системное и анализ системный далее определить цели урока то есть какой отсюда какой тип урока будет вот и уровень системности или новизны потому что то что я сейчас вот в разделе в показывал естественно не на каждом материале учебном это требуется потому что иногда это материал который по характеру такой именно фактически просто вот надо вот эти факты усвоить понять осознать и так далее значит это вот на первом уровне системности мы будем действовать а зачем нам нужно дальше надо же оптимально работать далее как только мы это определили мы готовим содержание учебного материала с учетом уровня обученности и взрослых особенностей учащихся и целей урока то есть естественно это не только ну во первых мы структурируем материал учебника смотрим что там на что обратить внимание на что акцентировать вот какой дополнительный материал какие дополнительные информационные источники мы задействуем и так далее выбираем наиболее эффективное сочетание методов то есть вот это содержание какие вас требуют методы и прием обучения далее определяем структуру урока логику подачи материала применения методов и приемов обучения то о чем я уже говорил далее планируем структуру взаимодействия то есть каким образом мы будем управлять самостоятельной познавательной активностью учащихся на уроке вот таким вот образом мы можем использовать системный подход в анализе и проектировании и реализации урока ну вот в принципе время наше завершилось но попробуйте мне бы было очень интересно и всем нам вместе полезно чтобы вы мне задали какие-то вопросы пожалуйста можно уточняющий можно оценочный можно творческий можно вопрос интерпретацию можно практический можно простой вопрос ну и пока вы думаете мне бы очень хотелось все-таки увидеть ваши вопросы я бы вам рекомендовал на заключительном этапе урока прямо специально специально оставить ну где-то 10% времени ну то есть если это урок стандартный 45 минут значит 4-5 минут от урока для того чтобы вы могли вот именно стимулировать вопросы учащихся потому что иначе не получается познавательной активности ну сейчас вот к сожалению у нас народ безмолвствует почему-то очень жаль ну что ж мне тогда остается только сказать где это еще описано вот книжка теории обучения я вам предлагаю в материалах которые вы можете на вкладочке материалы нажать и скачать ну еще есть такие книжки как современный урок и учебник педагогики где мы очень так подробно дополнительные еще вещи написали они они могут он педагогики они